Всем привет! Меня зовут Сапролив Тимур, и я преподаватель флейты в музыкальной школе виртуозы. В первую очередь нравится сам процесс обучения. Приходит ученик, я делюсь с ним своим опытом, он мне дает свои какие-то знания. Мы вместе растем, вместе приобретаем что-то и становимся лучше вместе также. Это самое главное для меня. Отец флейтист, мама скрипачка. Но так получилось, что меня даже никто не принуждал к инструменту именно флейте. Оно мне очень просто нравилось, как мой отец играет, и я решил с него взять пример и тоже стать флейтистом. Она полезна для профилактики дыхательных путей. Даже могу сказать на своем примере, когда я был маленький, у меня были большие проблемы с хроническим гоморитом и ангиной, и можно сказать, блок флейты, и в последующем флейта просто меня спасла, и у меня каким-то чудесным образом все стало налаживаться. Для этого, конечно же, нужно дома обязательно заниматься, потому что флейт такой инструмент, он любит, чтобы на ней играли. Повторять упражнения, которые будут заданы, и после этого прогресс не заставит себя ждать. Главное относиться к этому ответственно, и все будет отлично. Работу с новичками начинаем с головы, как в прямом и переносном смысле. То есть флейта, она делится на три части. Это сама голова, тело и нижнее колено. Так вот, с учениками начального уровня мы всегда начинаем просто с головы. То есть берем отдельно голову и пытаемся извлечь какой-либо звук. После этого мы приступаем к игре уже на полноценной флейте. С опытными намного проще, потому что у них уже есть какой-либо багаж, и мне просто нужно узнать, как они играют. А для этого я спрашиваю всего лишь одну гамму, это обычный ля-мажор. После этого я выясняю, что и как у человека построен, какой у него характер игры, что он хочет, и над чем мы будем работать. Я ищу таким образом точки соприкосновения. Работа с детьми, конечно, отличается кардинально, потому что моя главная задача как педагога, это для ребенка дать первый импульс, вдохновить его на музыку. Также, конечно, не обойдется в моей программе без игр для детей. Естественно, для того, чтобы их заинтересовать, нужно что-нибудь поиграть с ними. У меня есть самая простая игра для самых начинающих, это просто представить, как будто они пьют сок из трубочки. Только, наоборот, не вдувать воздух, а выдыхать его. Тем самым я формирую у ребенка правильное поставление дыхания. Вообще, музыке все возрасты покорны. Есть отличный пример нашего современника, который стал профессиональным флейтистом, начав заниматься после 20 лет. То есть, никаких преград нет. Если вы с чего-то хотите, я сделаю все для того, чтобы у вас это получилось. Музыка 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 Музыка